Пасччаматанаасана Поза растягивания задней стороны тела Такое название асана получила потому, что задняя часть спины, пасччима, растягивается, уттана Мудрец Кхиранда говорит, вытянув две ноги на земле, попытайтесь ухватить руками большие пальцы ног Голова при этом должна лежать на коленях Эта поза и называется пасччимутанаасана После того, как достигается некоторый успех в практике этой асаны Можно попытаться охватить стопы переплетенными пальцами рук Горакшанатх комментирует это следующим образом Таким образом, эта пасчимутанаасана, первейшая среди асан, направляет поток прана в ваю, в позвоночник То есть прана начинает течь через сушумну Эта асана стимулирует желудочную секрецию, а тучность уступает в место потянутости, а нервы успокаиваются Эффект асаны Практика этой асаны обеспечивает правильную циркуляцию крови во всем теле, делает спину гибче, что избавляет от многих недугов Также обладатели жирных и массивных бедер и ягодиц могут излечь невероятную пользу для себя посредством практики этой асаны Помимо этого, асана полезна для излечения различных герматологических недугов, проблем с кожей Талия становится тоньше Устраняется неприятный запах тела, а взамен приобретается приятный аромат Прана соединяется с апаной, если находиться в этой асане 3 часа 48 минут А состояние самадхи станет легче достижимым и может развиться почти спонтанно Дыхание замедляется до 5 вдохов в минуту, что считается минимально необходимым Эта практика стимулирует долгожительство Некоторым благодаря практике этой асаны удавалось прожить 300 лет и даже больше По щемотанно асана излечивает артрит и шаиз, боль в спине и пояснице, боль в коленях, бедрах и голенях Лицо становится лучащимся, а разум успокаивается Нервные раздражительные люди должны специально практиковать эту асану Сверх того, разные паразиты в кишечнике умирают, уходят посредством практики этой асаны Полезность этой асаны прямо пропорциональна длительности практики позы Она одна из тех асан, которые можно и стоит практиковать часами Асану не следует выполнять резко, а также после еды Редактор субтитров А.Семкин